На фоне Иван-чая и молодых ёлок этот паровоз кажется игрушечным. Однако это вполне серьёзный железнодорожный транспорт. Он уже перевозит людей и грузы. Узкоколейку и паровоз построил на своей даче под Петербургом Павел Чилин. Так мужчина воплотил в реальность детскую мечту. «Самым трудным и самым сложным – это на это решиться. Оценить свои силы и понятие, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы, они обычные инженерные вопросы, они решаются в рабочем порядке». Павел начал строительство лет 10 назад. Ему помогал бывший железнодорожник Сергей Терехов. Сейчас узкоколейка длиной 350 метров вьётся по всему дачному участку. Здесь есть несколько линий, тупики, стрелки и три моста, по которым бегает миниатюрный паровоз. «Интересно тем, что он свой и что уж он получился. Мы долго шли к этому паровозу и наконец дошли». Теперь паровоз регулярно катает любознательных гостей. «Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах и в кабине ездила. Очень интересные впечатления. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно если учесть, что не бабочка». После поездки Павел рассказывает гостям о конструкции паровоза. «Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза». Удачный проект Павла вдохновил на строительство и юного поклонника железнодорожного транспорта Владислава. «Я увидел в интернете видео про воскаление железнодорога Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идти построить себя, так как воскаление на участке». Владислав приезжает на дачу к Павлу помогать с организацией движения для туристов. Переключает стрелки, а иногда управляет паровозом. Но Павел не собирается сидеть сложа руки, идей много. Одна из них построит самолёт с паровым двигателем.